Европейские эксперты по ядерной безопасности прибыли на БелАЭС. Специалисты изучат функционирование объекта во время природных катаклизмов и в случае потери электроснабжения. Комиссия будет работать до 2 сентября. В планах оценить выполнение действий с учетом рекомендаций, выданных в 2018. В школах появится еще один учебный курс. Вслед за основами духовно-нравственной культурой и патриотизма и финансовой грамотностью. На факультативе «Будущее начинается сегодня» обучат правам человека. Программа предусмотрена для учащихся третьих-восьмых классов и рассчитана всего на 17 часов в году. Преподаваться урок будет один раз в две недели. Белорусская железная дорога пустит новые электропоезда межрегиональных линий бизнес-класса. В пробном режиме с 6 сентября начнут курсировать три состава «Штадлер» по маршруту Минц-Гомель. В салоне 262 места для сидения. Предусмотрена зона для проезда людей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. В Белорусско-Российском университете создана учебная IT-лаборатория, которая начнет работать 2 сентября. Она ориентирована исключительно на развитие информационных технологий и обучение инженеров-разработчиков. Нововведение дало старт еще одному этапу в долгосрочном партнерстве учреждения с крупнейшим резидентом ПВТ. Белшина одержала победу над ФК «Орша» со счетом 2-1. Футболисты встречались в рамках чемпионата Белоруссии среди команд Первой лиги. Следующий матч 5 сентября в 17.30. Соперник «Лида». Напомним, красно-черные занимают второе место в турнирной таблице и всего на одно очко. Отстают от Арсенала.